Насколько полезно есть отварные яйца? Как надо варить яйца? Можно ли завтракать ими каждый день? Кому не следует употреблять? Смотрите видео до конца, узнаете, что бывает, если есть вареные яйца каждый день. Знакомая картина, на завтрак два яйца. Такой завтрак быстро готовится, стоит недорого, до обеда не хочется есть. Так вот, много ли в нем пользы и всем ли можно употреблять вареные яйца? Насколько полезно есть вареные яйца? Куриные яйца вкусный и питательный, самый распространенный пищевой продукт. Они содержат витамины и минералы, богаты белком и практически не имеют в своем составе углеводов. Они дают быстрое и продолжительное ощущение насыщения. Содержат всего 142 килокалории на 100 грамм продукта, то есть примерно 75 килокалорий в одном среднем размере яйца. При употреблении вареных яиц происходит обогащение организма полезными элементами и обеспечение питательными веществами. Яйца содержат нужные жиры и необходимые белки, витамины, минералы. Все вещества легко усваиваются, находятся в правильных соотношениях. Идеально подходит для питания взрослых и детей, людей, перенесших травмы и операции, восстанавливающихся после тяжелых болезней. Поступление холестерина, необходимого для укрепления клеточных мембран и построения новых клеток. Получаемый из яиц холестерин не откладывается на стенках сосудов, не приводит к ухудшению жирового профиля. Он регулирует соотношение фракций белково-липидных соединений в пользу полезного холестерина. Обогащение холином, питательным бесценным веществом, необходимым центральной нервной системе, мышечным волокнам, печеночным клеткам. Происходит укрепление сердца и сосудов, снижение риска развития инфаркта и инсульта. Благоприятное влияние на глаза, замедление нарастания возрастных изменений, снижение остроты зрения и уменьшение вероятности образования катаракты. В организм попадает необходимый, богатый незаменимыми аминокислотами высококачественный белок. Происходит улучшение состояния костной ткани, нарастание мышечной массы, стабилизация гемодинамики. Длительное ощущение сытости, повышение интенсивности жирового обмена, что способствует повышению энергетического потенциала и приводит к похудению. Перед тем, как продолжить видео, приглашаем подписаться на канал, тогда мы сможем заранее знакомить с темами очередных роликов. Как надо варить яйца? Яйца полезный и вкусный продукт, однако, чтобы сохранить максимум пользы, варить следует правильно. Вареные яйца могут быть приготовлены вкрутую и в смятку. Яйца вкрутую готовятся так. Выберите кастрюлю такого диаметра, чтобы необходимое количество яиц располагалось в один слой. Поверх уложенных яиц налейте воду комнатной температуры. Яйца должны полностью находиться в воде. В емкость добавьте половину чайной ложки соли, это предотвратит образование трещин и яйца будут легко очищаться. Поставьте на плиту, дождитесь, чтобы вода закипела, проварите на сильном огне 5 минут. Погасите огонь и оставьте яйца в кипятке доходить до готовности. В течение 5-6 минут, если желаете, чтобы желток был немного жидковатым и до 16 минут, тогда желток станет твердым и рассыпчатым. Когда яйца готовы, воду надо слить, а яйца промыть под струей холодной воды. Хранить такие яйца в холодильнике можно неделю перед употреблением, следует очищать от скорлупы. Яйца в смятку получится, если поставить на огонь и довести до кипения кастрюлю с водой. Положить в кипящую воду яйца и варить их 5-7 минут. Время определяется тем, какой консистенции вы хотите получить желток. Теперь надо снять кастрюлю с огня, а яйца промыть под водой. Готовые яйца устанавливают в подставке и едят ложкой. Хранить сваренные в смятку яйца нельзя ни при каких условиях. Поделитесь в комментариях своими секретами варки яиц. Можно ли завтракать вареными яйцами каждый день? Каждый день есть вареные яйца можно, конечно, если нет противопоказаний к употреблению этого продукта. Учитывая большое количество положительных качеств, богатый состав, питательную ценность, при ежедневном употреблении появится тенденция к уменьшению массы тела, худеть станет легче и проще, потому что появится сытость и не надо будет ничем дополнительно перекусывать. В организме понизится активность воспалительных реакций, произойдет нейтрализация маркеров воспаления. Повысится интенсивность обмена веществ, все реакции будут протекать активнее. Станет укрепляться и наращиваться мышечная масса в результате хорошего усвоения полноценного белка. Иммунитет будет более эффективным, ведь в яйцах так много селена. Возникает возможность продуктивной деятельности за счет накопления энергии, ведь присутствует витамин В12. Ногти перестанут слоиться, а волосы выпадать. Это укрепит постоянно поступающий комплекс витаминов и минералов. Укрепится нервная система, стабилизируется психика благодаря витаминам группы В. Выработается стрессоустойчивость, ведь в составе имеются аминокислоты, отвечающие за интенсивность ответа за стресс. Зрение перестает катастрофически ухудшаться, лютоин и зеоксантин поддержат остроту зрения. Уменьшится возможность развития остеопороза, так как в яйцах содержится витамин D, способствующий укреплению костей. Снизится риск развития сахарного диабета, жирового гепатоза, инфаркта и инсульта, благодаря правильному обмену жиров и профилактическому влиянию на развитие атеросклероза. Улучшится память и внимание, ведь в организм будут регулярно поступать полезные жирные кислоты, омега-3. Кому не следует употреблять вареные яйца? Противопоказано употребление вареных яиц, впрочем, как и сырых или жареных, в следующих случаях. Аллергикам, людям, страдающим аллергией на куриный белок, либо вообще страдающим поливалентной аллергией. Если в крови высокий уровень холестерина, яйца содержат вещества, способные перераспределить фракции холестерина. Но когда его в избытке, правильно делать это будет трудно, поэтому белки есть можно, а желтки только изредка. Не стоит есть каждый день яйца больным сахарным диабетом, поскольку возможно дополнительное влияние на микроциркуляцию, а кровоток на фоне сахарного диабета уже страдает. Больным с желчно-каменной болезнью, обладая желчегонным эффектом, провоцирует обострения и приступы. При хроническом панкреатите, язвенной болезни, наличии рефлюзэзофагита. Малышам до года вообще можно давать только четверть желтка в неделю, а белок совсем нельзя. Противопоказаний для ежедневного употребления вареных яиц достаточно. Это, конечно, полезный и питательный продукт, но способный вызвать аллергию и приводить к обострению болезней желудочно-кишечного тракта. Поэтому многие ученые пришли к выводу, что оптимально съедать 2-3 яйца в неделю. Конечно, можно есть и больше, но только если нет противопоказаний и организм хорошо переносит их. Что переносит их?